В этом видео я хотел бы сделать обзор на краски «Звездный цвет». Довольно интересные краски, и сейчас я подробно о них расскажу. Даже сама упаковка, посмотрите, оригинальная, необычная. Это белила. Белила титановые. Краска прочная, три звезды. Художественная, масляная. Посмотрите, какая интересная упаковка. Вот такой довольно-таки внушительный тюбик размеров. Ну, а краска выглядит сама вот таким образом. Чем интересна эта краска, эта фирма? На самом деле я, честно говоря, нигде не встречал ни разу таких оттенков. Это своеобразные и очень интересные оттенки. То есть, фирма «Мастер-класс», «Ван Гог», «Ладога», «Саннет» и всяческие русские производители. Они все, какой-то цвет у них такой, где-то в чем-то стандартный. Здесь же особенно хотелось бы отметить, земляные краски, они очень необычные. Сейчас мы их протестируем, я вам покажу, как они смешиваются. И они очень интересные. Это замечательные полимерные цвета. Вот я уже пробовал, пользовался красками. Сразу скажу, единственный недостаток, наверное, это слетает вот эта оболочка. Ну, можно фломастером подписывать, допустим, «Марс коричневый». Во всем остальном, еще раз повторюсь, я таких красок вообще нигде не встречал. То есть, если вы пользуетесь какой-то фирмой, то можно подкупать вот такие краски. И в смеси с другой фирмой на пленере они просто будут давать очень интересный сложный цвет для вашей живописи. И самое главное, еще раз бы хотелось бы отметить, что в красках звездный цвет, очень хорошие земляные оттенки. Вот крутой цвет «Марс черный». Просто волшебная краска, на самом деле незаменимая. Окись хрома зеленая, тоже такая довольно темная зелень. Сейчас мы ее протестируем, я все покажу. Такие цвета на пленере, фактически готовый цвет встречается очень часто. Вы видите, что закрашенные квадратики у этой красочки. Говорит о том, что она кроющая. Так, ну и сейчас я подготовил два небольших холстика. Попробуем смешать несколько оттенков и посмотреть, что получится. Тюбик 45 миллилитров. Ну, это московский производитель, звездный цвет. У них тюбики вот такие, стандартные. Мне сказали, что средняя цена таких красок, такого одного тюбика, 200-230 рублей. Но вы можете по промокоду, под видео будет указан промокод, заказать любой цвет со скидкой в 15%. Поэтому пользуйтесь моментом и можно уже сейчас это делать. Открывается, как обычно, таким образом запечатан. Здесь есть, если кто-то не знал, вот такой на колпачке штырек. Надавливаем и краска протыкается. Все, можно уже пробовать выдавливать красочку на холст или палитру. Дальше. Это будет желтая. Мы ее вот сюда и положим напротив желтенькой. Вот этот цвет довольно-таки тоже интересный. Коричневый темный Марс. Такой тоже прочный. Три звезды. Протыкаем, выдавливаем. Посмотрим. Вот я о чем и говорил. Очень хорошие, насыщенные цвета земляные. Но я сейчас приближу камеру и вы сами сможете рассмотреть. Это Марс оранжевый. Марс оранжевый, друзья. Вот само даже название. То есть, производители делают такие необычные оттеночки. И само даже название говорит за себя. Красное. Красное. Похоже на кадмий красный. Темный в других фирмах. Он так. Так, чтобы не запутаться. Сейчас расположим таким образом. Это пошли холодные. Ну, и вот я, допустим, пользовался. Охра золотистая. Вот есть Охра золотистая московская. Не помню в каких фирмах. Тоже русских. А мы выдавим, попробуем тоже ее. Я по чуть-чуть буду выдавливать. Просто сейчас смысла нет. Для показа достаточно этого количества. Вот еще интересный. Красный. А, кадмий красно-оранжевый. Кадмий красный-оранжевый. Различные красные. То есть, вот этот красный отличается от этого. Здесь это наблюдается. Пока холодные не будем трогать. Еще из теплых. Что мы можем посмотреть? Можем посмотреть. Так, марс-коричневый светлый. Ну, это вот как похож у нас марс-коричневый темный. А это марс-коричневый светлый. У него этикетка слетает. Ну, ее можно вот так поправить. Вот она сама приклеилась уже. Давайте тоже ее выдавим, эту краску. И положим вот сюда тюбик. Какие еще у нас есть оттенки? Рапсовый желтый. Рапсовый желтый. Я... Роган названия не найдешь. В других фирмах таких нету даже названий. И это... Вот эти цвета, они очень интересны для пленера. Особенно. Есть еще, что удивительно. Что удивительно. Гель-разбавитель. Это чудесная вещь, которой и гель-тройник. Они очень похожи. Я, честно говоря, не совсем понял, в чем разница. Я пробовал и то, и то. Что они дают? Когда вы их выдавливаете просто на палитру. Вот как я пользовался. Я выдавливаю просто на палитру. Это вот такой прозрачный гель. Сейчас я камеру наведу, и вы увидите. И что происходит? Если его добавляешь в цвет, ярче становится краска, насыщеннее. Это очень интересно. То есть, если вам нужно более матовую поверхность, вы просто пишите вот обычными, да? А где-то надо на переднем плане показать яркость. И там вы добавляете уже эти... Этот гель или тройник. Им можно, в принципе, разбавлять. Без разбавителя даже можно пользоваться. А вот белила титановые. Вот такая, как из-под майонеза. Очень интересная. Вот эта упаковочка у них придумали они. Ну, это мы сейчас будем. Но зато надежно закручивается хорошо, да? Давайте белил добавим. О, замечательно смешивается. Такой немножечко красный, такой малиновый оттенок получается. Под видео ссылка на сайт, где вы можете приобрести эти краски с 15% скидкой. Это на самом деле ураган. Так, и давайте добавим немножко... Вот у меня кисть была испачкана. Получается оранжевый. Красный и желтый дает смеси оранжевый, как вы знаете. Давайте мы попробуем вот здесь. Чисто желтый. Можно еще белый. Вот такой вот желтенький получается. Можно смешать, добавив гель. Если мы добавляем гель, то... Ну, я не знаю, вы увидите ли сейчас... Вот я без разбавителя набираю гель. Так, камера, наверное, вот на кисти. Видно, нет? И даю вот сюда. Потом желтый. И вот этот желтый, посмотрите. Может быть, вы даже сейчас увидите на камере, что с гелем он стал чуть-чуть насыщеннее и ярче, чем обычный желтый. То есть, вот смотрите разницу. Справа это с гелем, а слева это просто желтый. Разница очевидна. То есть, она видна. А если вы делаете какую-нибудь фактурную живопись, то это прям-таки вообще очень даже сильно заметно. Дальше мы можем с вами попробовать смешать. Часто бывает, пользуемся Марсом. Вот, допустим, Марс. Вот он матовую, чисто матовую такую поверхность дает. И давайте с какой-нибудь, со светлой охрой. Или возьмем чуть-чуть Марса, чуть-чуть охры и чуть-чуть, допустим, желтой. Немножечко вот так. Вот такой, в принципе, охра желтая уже получается охра желтая. Но у нас есть вот она, охра золотистая. Да, она тоже похожа на охру желтую. Давайте попробуем немножко добавить геля. Смотрите, он сейчас прям заиграет. И он, знаете, он такой немножко цвет жидкий. Сам мазок получается, да, интересный. И блестит. То есть, получается не матовая поверхность, а глянцевая такая. Вот в этом интересность этих красок. Ну, и если добавляем сюда какого-нибудь цвета белого, ну, если можно вообще отнести его к цвету, то получается что-то наподобие желтизны, да, только не такая интенсивная. Конечно, добавив немножко больше желтой, мы можем регулировать, вот, допустим, такой желтый, такой или такой, да, какой вам хочется. И таких вариантов можно сотни делать. То есть, различные желтые. В принципе, вот этих тюбиков хватит всех, вот этих, да, тюбиков, о которых мы сейчас говорим. Их хватит для написания абсолютно любой картины, начиная с пленерной работы какого-нибудь пейзажа и заканчивая натюрморт или даже портрета. То есть, вот это все, я имею в виду в теплых тонах, да, здесь все вполне достаточного всего, да. Давайте вот так смешаем, попробуем. Вот этот и вот этот цвет. Интересно, что получится. Немножечко такой темный, да. Осенью или весной бывают такие. И вот этот тоже добавим сюда. Ну вот, в принципе, разнообразие оттенков, да, на ваш выбор. Если мы сюда домешаем, сейчас я переверну палитру, вот здесь выдавлю холодные оттеночки, да, давайте мы поменяем вот таким образом и заменим теперь эти краски все холодными цветами, то вы увидите, вот небесно-голубая, да, то вы увидите разнообразие тепло-холодности. Также открываем при помощи надавливания, да, и вот здесь выдавливаем на палитру. Это голубой цвет. Я сейчас приближу камеру, и вы сможете рассмотреть детально этот оттенок. Дальше. У нас есть марс черный. Вообще, вот говорят, черным нельзя там пользоваться. Вот это, друзья, просто... Я не знаю, откуда такая информация. Да, чистым черным, в принципе, в живописи не пользуется, но вот этот черный, он не настолько интенсивный, там, как сажа газовая или еще какой-то. В принципе, его можно чистым даже где-то использовать. То есть, настолько благородный цвет, сам черный по себе. То есть, это Марс, можно сказать, да, а Марс – это очень благородный цвет, что его можно использовать. Это фиолет, фиолет, диоксазин, диоксазин, фиолет, диоксазин. Так, сейчас камера наведет. Вот он, такой цвет. Тоже довольно-таки интересный. Вот таких названий я реально нигде не встречал. Давайте вот возьмем ультрамарин. Это обычный ультрамарин. Ну, может быть, для кого-то необычный. Он должен быть темнее небесно-голубой, немножко другой по цвету. Мы его вот сюда положим. Так, чтобы не запутаться. Ну, и какие у меня есть еще из холодных, чтобы посмотреть. Это нельзя отнести, как бы, очень к холодным. Окись хрома, скажем, такой, вроде бы зеленая, но, может быть, не совсем это холодно. И вот Богемская земля. Видите, какое название интересное. Да, вот похоже очень на русскую зелень, болотную зелень. Очень часто встречаются в природе такие цвета. Причем готовые их не надо вообще даже смешивать. Я имею в виду на пленэре, вот когда вы траву прорисовываете, какую-то растительность, вот такие цвета, они очень часто бывают. Посмотрите крупным планом на все эти оттенки. И давайте попробуем сейчас просто так же смешать некоторые, да, и посмотрим, что получится. Вымываю кисть. Берем белую. Берем небесно-голубую, белую. Получается у нас вот такой насыщенный цвет. Можно еще добавить. Давайте добавим гель-разбавитель. Да, вот сюда. О, гель-разбавитель. И гель-тройник тоже. Вот два. Сейчас я покажу, как они выглядят. Значит, так, сейчас, секунду. Вот у нас получается гель-разбавитель. А это гель-тройник. Вот он, он прозрачный, он ярко издает такой. Давайте вот без каких-либо растворителей возьмем вот этот кусочек геля-разбавителя. И добавим сюда. Смотрите, он дает сразу такой нежный цвет. Красочка блестит. Не знаю, как повернуть холстик. Может быть, чтобы вы видели, как он начинает играть на свету. А если взять, допустим, ультрамарин рядом и взять опять вот этот разбавитель. Смотрите, как он очень хорошо разбавляет. Разбавляет просто волшебно. Лиссировками можно писать. Тонкими какими-то полулисировочными слоями. Вот прелесть этой краски. То есть, я прям... Я не могу сказать, что вот... Прямо переходите на эту краску и все, да? Но, наверное, у каждого должны быть вот эта земля, еще земляные оттенки в смесях с другими цветами. У каждого художника, потому что они дают огромное разнообразие в цвете, в сложном сочетании, да? И они дают значительно больше творчества для художника, потому что у него появляется не одинаковый выбор между оттенками, какими мы привыкли пользоваться, а именно какой-то необычный, сложный цвет, да? Сложное сочетание, интересное. Причем природный цвет. Его особо-то и не надо смешивать. Поэтому вот великолепные оттеночки, которые, я думаю, пригодятся. Я буду вообще без своего разбавителя теперь вот этими буду пользоваться. Мне прям понравилось, как они разбавляют. Вот это в чистом, так скажем, виде, даже без белила. Давайте попробуем добавить белила вот в этот цвет. Вот в этот. Это у нас такой немножечко наигранный, плакатный немножечко цвет, но он хорошо подойдет, я прям уверен, хорошо подойдет в смеси. Вот, допустим, смотрите, небо, да? Как написать небо? Что мы можем взять? Допустим, берем небесно-голубую, берем сюда же, добавляем белил, да? И потом, когда нам нужны какие-то растяжки, мы капельку берем вот такого цвета и получается уже вот он довольно сложный. Вот такие оттенки, вот именно вот такие цвета, узнаваемые, довольно-таки, да, они, вот они. Это прям небо вот в чистом виде такое вот бывает. То есть, вы смешали два цвета всего лишь навсего, это получается фиолет-диоксозин, но чистым его, как и черной краской, говорят, черный нельзя писать, да? Черный чистый нельзя писать реально, но и эту черную можно добавлять в другие цвета, да? И она будет благородная. И вот я взял небесно-голубую с белилами, да? Вот вам, пожалуйста, смотрите, какие замечательные, сложные сочетания. Вот это очень часто, посмотрите, может быть, в окошко, вы увидите такие цвета неба. Я прям уверен, что наверху именно бывает, не ближе к горизонту, а наверху, да? Такие бывают. А если, допустим, нам нужно какие-нибудь грозовые тучи, там, серая погода изобразить, да? Что-то такое, там, по задумке, по какой-то автору, что мы можем предложить зрителю? Это берем Марс, давайте попробуем Марс, черный, да? Называется черный. Берем, разбавляем немножко, делим. Смотрите, как заблестела сразу краска. И добавляем, ну, допустим, того же ультрамарина. И чуть больше, сейчас выдавлю, белил. Вот, как всегда, у меня все, сразу все я поиспачкал. Уже некрасиво все выглядит. О, вот такое. Вот, кстати, консистенция тоже довольно хорошее, приятное при смешивании. То есть, бывает, знаете, как, тюбик открываешь, и там масло оттуда вытекает. Или, наоборот, тюбик открыл, а там никаких все застывшее. А здесь, вот, нужная консистенция для того, чтобы разбавить. Да? Ну, вот, давайте мы возьмем серое небо, покажем. Ну, вот оно, серое небо. Смотрите, как все просто. Два цвета, два цвета. Но неужели вы не видели таких оттенков в натуре? Вот, посмотрите, больше ничего не надо. То есть, мы что смешали? мы смешали марс черный, вот этот тюбик, да, и, в принципе, небесная, а, не, не, ультрамарин, да, ультрамарин с белилами. Все, больше ничего не нужно. Пленерный, натуральный, хороший цвет. цвет. Вот такой цвет, такой цвет, я постоянно встречаю. Вот такой тоже яркий часто бывает, но это между линией горизонта и, если вверх посмотреть, над головой небо, вот между бывает вот такой. То есть, вот эти цвета, они, их не надо искать вообще, не нужен никакой поиск. Вы просто берете пару тюбиков, и они уже готовы. Вот в чем прелесть этих красок. Я очень был удивлен. То есть, я на самом деле, вот что я смешиваю, чтобы получить такой цвет, допустим, мастер-классовскими, я беру ультрамарин, кармин, белила, черную какую-нибудь, может быть, небесно-голубую еще, добавляю, чтобы вот это смешать. А тут всего два цвета. То есть, раз, два, и ты уже начинаешь писать картину. Это очень прикольно. Ну, давайте, для чистоты эксперимента, то есть, вы посмотрели, но цвета довольно-таки много. Вы посмотрели, как смешивается, но для чистоты эксперимента хотелось бы смешать теплые с холодными. Что произойдет при смешивании теплых с холодным? Давайте по яркости сначала сделаем, бомбанем. Возьмем желтую и, допустим, небесно-голубую. Обычно это получается яркая, такая, салатовая краска. Добавляем желтую, чисто желтую и чисто вот этот, вот этот цвет. Тоже два цвета. Сейчас я покажу на тюбиках, как это выглядит. Вот они, два цвета, и у нас в итоге получилась зелень, которую очень часто мы можем видеть на переднем плане. То есть, не надо сюда больше, не белил, ничего. Вот именно такая зеленая, вот такая красочка бывает в растительности на переднем плане. Больше ничего и не надо. А если возьмем болотную, вот эту, да, ну, это не болотная, да, вот я как бы уже сам привык говорить, что это болотная, это у нас окись хрома. Если мы ее возьмем, добавим, допустим, сюда и, допустим, вот эту зелень тоже смешаем. Вот у нас получился фактически аналог вот этой, но он темнее, да, то есть он тоже, в принципе, это такая яркая зелень, но она темнее, насыщенная. Вот это может быть переходные такие цвета, допустим, вот это на свету дерево, а вот это средний тон дерева. Вот она уже у вас образовалась. Очень просто, да. Но если мы говорим с вами о каких-нибудь очень прям-таки сложных сочетаниях, это, допустим, кадмий красный мы возьмем, да, и попробуем смешать с чем-нибудь непредсказуемым, допустим, тот же самый у нас ультрамарин. Возьмем немножко гелия, немножко белил, чтобы цвет появился, да, и посмотрим. Обратите внимание, тоже вот такие цвета бывают в тучах, в облаках, в грозовых, в тени, в полутени. Вот именно такой вот непонятный такой цвет, да, можно отсюда еще немножечко вот взять. Вот такой вот цвет бывает в, но это, как бы сказать, не полная тень, да, не совсем тень в облаках, а, скажем так, полутень. Вот такие цвета очень часто бывают. То есть, что нам нужно? Два цвета, и в принципе получается тот цвет, который нужен. Два тюбика, да, мы используем. И получается, тогда как в обычных оттенках бывает по три надо смешивать, чтобы добиться вот такого сложного цвета, да, вот прям он очень сложный цвет. Это, я считаю, очень интересные варианты и для развития именно цветовидения. Ну, давайте попробуем. Вот она, охра у нас есть, да, поэкспериментируем. Возьмем такую красную вот с этой охрой и у нас по идее возьмем еще больше должно получиться что-то такое средненькое. Возьмем еще сюда геля. Можно капельку-капельку белил. Такие цвета, да, вот тоже довольно интересный оттенок появляется. Но это, скажем, часто бывают глиняные кувшины, могут быть какие-то драпировки, это могут быть даже в портрете вот такие. если еще там белил добавить, то разновидность, да, это телесного получается. То есть, в портрете мы можем использовать вот такие оттенки. Сейчас еще больше белил добавлю. Вот они. Видите? То есть, довольно-таки интересные цвета. здесь, конечно, в поиске цвета можно что угодно смешать, особенно при выборе вот этих теплых, да, вот этих всех замечательных оттенков, они будут разные сочетания давать. Где-то в сторону красного можно, допустим, мы берем чуть-чуть больше вот этого красного, добавляем сюда и смотрите, какой уже розоватый. Где такой цвет? Вот на щечках у девушки, да, можно что-то такое, да, в сочетании там с тенью. А давайте попробуем вот этот цвет с этим смешать, что получится. Сейчас я вот так возьму, сюда добавлю, и вот возьму наоборот контрастный. Вот, получается очень такой, не знаю, краска не бликует, чтобы показать, как бы вам. Получается очень интересный, вроде бы есть что-то здесь холодное, что-то теплое. вот это и есть сложные сочетания цвета. Не открытые, а сложные. То есть, вот такой цвет подобрать очень сложно на самом деле. Но, как вы видите, вот мне пришлось что-то два-три цвета взять, и уже получается, да. Так, ну и вы скажете, что ж вы, Дмитрий, не показали, как мастихинам, да, что-то там пользоваться, делать, потому что раз уж обзор красок делаем, то надо попробовать мастихинам что-нибудь здесь изобразить. Давайте попробуем, не вопрос, я беру чуть-чуть, вот, допустим, охры. Давайте прямо попробуем вот здесь уже какую-то абстракцию навести, да, и вот попробуем охры перекрыть цвета, и посмотрим, как она будет на белый холст ложиться вот сюда, и как на синий, да, берем, вот так вот проводим, и вот сюда размазываем, да, смотрим, да, смотрим на вот эту полосу, и мы с вами видим, как цвета смешиваются охристые, красивые, желтые, перетекают вот в такой сложный цвет, давайте добавим теперь что-нибудь вот из этого, желтым, желтый, и вот так его размажем, попробуем посмотреть, что у нас получится. Вот такие эксперименты, кстати говоря, и рассматривание вот этих оттенков, это одно из заданий на первом курсе, когда, не на первом курсе, а когда вообще студенты знакомятся с масляной живописи, вот их пробуют, их просят что-то вот такое делать на палитре абстрактное, рассматривать, да, ну, так вот можно посидеть, посмотреть, что получается, да, и вот такие замечательные, интересные перетекания желтого в этот цвет, все тут работает превосходно, я считаю, давайте побуяним синий, фиолетовый возьмем, сделаем несколько вот таких мазков, посмотрим, что у нас здесь получится, вот такая палитра начинает возникать, красивые цвета, замечательные, сложные, сложные очень, мне очень понравились эти оттенки, и я буду обязательно пользоваться, но скажу так, что я честно говорю, да, без преувеличений, как всегда свойственно мне, за что меня не любят многие, за то, что я говорю честно, я не буду пользоваться чисто этими цветами, лично я, я не знаю, как вы, звездный цвет, я не буду пользоваться только ими, да, вот пришел на пленэр, выдавил только их, нет, у каждого человека формируется палитра, он учится смешивать, да, и он уже знает какие-то оттенки и цвета, которые у него получаются, но я обязательно буду брать с собой вот эти цвета, для того, чтобы разнообразить свою палитру, постепенно их вводить, эти цвета, пользуются, потому что они действительно очень живописные, очень сложные, природные, натуральные, вот эти все оттенки, ими надо пользоваться. Несомненно, вот взял, там, допустим, я на пленэр беру там 20 тюбиков, ну и вот пяток взял звездного цвета, там, допустим, да, там, три холодных, три, там, три теплых, допустим, да, цвета, поработал ими, уже привык ими, и в следующий раз можно уже взять, там, допустим, шесть таких, шесть таких. Давайте вот сейчас поверх вот этого всего, что получилось, я возьму чисто желтый с гелем и с белилами, и вот здесь вот проведу поверх. Некоторым, у некоторых не удается это сделать, она краска размешивается, но это смотря как нажимать на мастихин. Вот если мы будем еле касаться, смотрите, то краска будет накладываться поверх вот этого всего и не смешается. То есть, это зависит от того, как вы надавливаете. И вот уже интересные сочетания вот такого, какого-нибудь солнечного блика там, да. Если взять, допустим, темные, синие, давайте, вот эту вот фиолетовую попробуем где-то вот здесь сделать. Такая ночь, там, да, вот какие-то такие оттенки ночи мы здесь можем найти. Вечер, ночь, вот такие цвета бывают глубокие на закате, да, в деревьях, в тени именно, падающие тени. Ну, то есть, вот нужно присмотреться, вот так вот попробовали, поэкспериментировали и потом уже в полную силу выходите на пленэр и пишите. Здесь можно, давайте возьмем желтого, охры, и вот здесь попробуем разнообразить телесных оттенков, если вдруг кто-то захочет написать портреты. Мы сейчас рассмотрим эти цвета, они мне, правда, смешиваются, уже места нет, смешиваются уже с другим. Давайте я вот сюда перейду, красный, белило, тоже вот здесь наведем различные оттенки для портретной живописи. Что мы здесь можем увидеть? Что мы здесь можем увидеть? Здесь мы охристые варианты различные, где-то вперемешку с холодными, оранжевыми, вот такими цветами, а здесь красные, стоп, вот так, наверное, вам лучше видно, здесь для пленэра, здесь для портрета, здесь ночные пейзажи, да, все, что захотите. Делаю вывод, что краски дают сложные цветовые сочетания, которые просто необходимы при работе, не только на пленэре, но и даже если вы по фотографии пишете, то вам проще подбирать именно сложные вот эти все сочетания, эти все цвета. Напомню еще раз, выгода просто обалденная, под видео будет промо-код с ссылкой на сайт, где можно заказать эти краски с 15% скидкой, если введете промо-код, там все написано, заходите под видео, открывайте информацию и смотрите. Заказать можно с доставкой курьера, можно забрать самовывоз, если вы находитесь в Москве, а также можно заказать на зоне, там ссылки все будут, но просто возможно на зоне там не будет промо-код действовать, поэтому лучше через сайт, ссылка на сайт еще раз напомню под видео. Всего вам хорошего, классных вам картин, пользуйтесь хорошими материалами, удачи вам и всего наилучшего. Спасибо. Спасибо.